Андрей Пушкарь будет бороться с Майклом Тоддом. Ты видел поединок Майкла Тоддом в Америке. Ну и естественно, знаешь, как борется Андрей Пушкарь. Реально знаешь руку тоже Андрея. И что ты можешь сказать по поводу этого поединка? Пушкарь с Майклом Тоддом практически спортсмены, которые имеют очень похожие техники. То есть Майкл Тодд тоже имеет сильный бицепс, как и Андрей. Может удержать ногу и в крюк, может бороться и в связку, может бороться и без кисти. Андрей Пушкарь тоже самое. То есть они очень похожи соперникам. И я думаю, что Пушкарь, ну конечно, мне кажется, что Андрей чуть посильнее, да, посильнее, чем Майкл Тоддом. Ну я видел тоже Майкла Тоддом. В очень хорошей форме и видел его, короче, видел его и в плохой форме. То есть Майкл может бить. Но я думаю, что он подготовится нормально к этому поединку. Почему? Потому что знает, что он борется с абсолютным чемпионом мира, да. Я думаю, что результат 5-1 для Андрея. Ну тоже посмотрим. Было интересно, было для зрителей. А на сегодняшний день, как ты себе представляешь ихний поединок? Имеется в виду по каждому поединку. Кто будет, например, в первом поединке победителем? В первом поединке победителем Андрей. Я думаю, Андрей. Я думаю, что Майкл Тодд может включиться только после второго-третьего поединка. Может, там что-то найдет, какую-то точку. Потому что Андрей с самого начала старта, он просто спортсменам не дает. Не дает ему войти в свое. То есть Андрей будет тоже в очень хорошей форме. Будет точно очень быстрее. А тебе не кажется, что у Андрея несколько кисть гуляет еще? Помимо всего, что он, естественно, да. Ну, тяжело сказать. Не знаю, как он чувствует свою руку. Но по технике, наверное, так не сказал. Ну, чуть-чуть, но зато, если у него кисть гуляет, допустим, сделает ошибку, когда борется верхом, все равно у него силы хватает додавить и вкрыть, да. То есть задний бицепс давить. Но у него кисть крепенькая, крепкая. Я думаю, что Майкл туда снесет за стол.